Друзья, привет! Сегодня в этом видео хочу рассказать вам о последней прочитанной мною книге. Это «Удивительное очищение печени» по Андреасу Морицу. Что я поняла из этой книги? Если вкратце, я поняла, что Андреас Мориц, автор книги и автор очищения, методики очищения печени по этому самому Морицу, был достаточно болезненным ребенком и в самом даже раннем детстве у него уже появились камни в печени, либо в желчном пузыре, что, конечно же, сказывалось на его здоровье отрицательным образом. И из-за того, что он плохо себя чувствовал, детство свое, юные годы, он посвятил изучению разнообразным естественным методам оздоровления. Он изучал диетологию, разные другие науки, читал разнообразные книги, литературу, обобщал, применял кое-какие рецепты на себе. И в конечном итоге, выводом его многолетних исканий, изучений, явилось то, что он посчитал, что одним из главных вещей для здоровья человека является чистая печень и чистый желчный пузырь. Поскольку есть в книге главы отдельные, где описывается, каким образом загрязненная печень, каким образом грязный желчный пузырь и камни в этих самых органах могут отрицательно влиять на отдельные системы организма, на систему органов. Например, есть главы, которые посвящены тому, как заболевания органов дыхания могут быть связаны с камнями в печени и желчном пузыре, как могут заболевания сердца, казалось бы, где сердце и где печень, но все связано, как заболевания сердца могут являться следствием загрязненной печени и желчного пузыря, и как разные люди, и как сам Андреас Морец в результате многократных очищений печени и желчного пузыря от камней избавился не только от различных симптомов, связанных именно с правым подреберьем, с правым боком, но и от заболеваний совершенно других органов, и вернул свое здоровье достаточно хорошее и достаточно крепкое. Если посмотреть на фотографии Андреаса Мореца, а я специально не поленилась и поискала в интернете много разных фотографий его, и посмотреть в его глаза, то становится понятно, ну, по крайней мере, у меня складывается такое ощущение, что этот человек не был заинтересован в каких-то коммерческих выгодах, а все, что он делал, было, наверное, все-таки направлено исключительно на несение блага и другим людям, то есть та информация, которую он для себя уяснил, которую он узнал, он хотел ею просто поделиться с разными другими людьми, чтобы они могли ею воспользоваться во благо своего здоровья. Андреас Морец, вернув свое здоровье, он, кстати, говорит не только об очищении печени, необходимом, но и о смене питания, он пропагандировал более вегетарианское питание, он говорил о том, что нужно сырые кушать продукты, да, в большом количестве, что человеку требуется небольшое количество пищи для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, и все, что сверх меры съедено, идет во вред. В общем-то, тоже нелишенная смысла теория. Но, как бы то ни было, те труды, которые Андреас Морец оставил, используются людьми во всем мире, ну, там, где его книга была переведена по сей день, и огромное количество людей использовали его методику очищения печени и желчного пузыря, и успешным образом вылили у себя неимоверное количество камней, как зеленых желчных, так и известковых, уратных, то есть совсем твердых, вот таких вот, которые просто молотком даже не разбить. Об этом писали отзывы и в интернете, и в его книгах есть упоминания. И неизменно у людей после таких успешных чисток улучшается здоровье, и проходят даже и хронические заболевания, и острые заболевания. То есть, получается, что освобождение печени и желчного пузыря от каких-то ненужных отложений может в значительной степени поправить здоровье человека во всех других областях и сферах. Официальная медицина, насколько я знаю, говорит нам о том, что в печени никаких камней быть не может, и в желчном пузыре тоже камни никаким образом невозможно вывести, как только операбельным путем, либо дроблением, специальными процедурами. И такие крупные камни невозможно вывести из желчного пузыря, как Морец-то описывает, и как описывают другие люди, и прикрепляют свои фотографии. А у них ведь камни выходят и по сантиметру, и по полтора сантиметра, и по два даже сантиметра. То есть, огромные камни. И врачи нам традиционной медицины тоже объясняют, и это не лишено смысла. Они говорят о том, что проток, который идет из желчного пузыря к 12-перстной кишке, он совсем тонкий. То есть, он где-то 3-4 мм шириной. И невозможно через этот узенький совсем проток пропустить камень больше шириной, чем этот сам проток. То есть, уже 5 мм камень уже не должен пройти, уж не говоря там 6-8 сантиметра, полтора сантиметра и 2 сантиметра, как описано в этих результатах очищения. Но, однако же, люди все-таки с помощью этих чисток выводят эти камни, выкладывают фотографии, и они красноречиво говорят сами за себя. Там линейки рядом у людей кладут, и видно, какого размера эти камни. Если речь идет о зеленых камнях, то здесь врачи объясняют таким образом, что смешиваясь с желчью и лимонным соком, оливковое масло, ну или другое растительное масло, может желчь, жидкую, которая вылилась в 12-перстную кишку, превратить в эти самые вот сгустки, то есть, в камушки. И то, что человек видит на выходе, да, в своем туалете, они плавают, всплывают на поверхность воды, эти зеленые камни, и принимают их за те камни, которые у него якобы находились в печени, в желчном пузыре. То есть, врачи говорят, что это не совсем так, что это все-таки камни не из печени желчного, а это те камни, которые образовались уже в кишечнике, то есть, под воздействием, под реакцией вот этих вот всех компонентов чистки. Здесь я тоже могу понять, хотя хотелось бы проверить, взять желчь из аптеки, взять лимонный сок, и масло, может быть, я еще проведу этот эксперимент, и выясню, могут ли эти все компоненты образовать действительно камни вот эти желчные. Друзья, и в связи с этими всеми вот интересными моментами, не совсем ясными, мне, конечно, хотелось бы узнать, есть ли у вас опыт среди моих там зрителей, подписчиков, чистки печени, потому что друзья мои, знакомые мои, чистили печень, и точно так же у них выходили камни, как описано в книгах. Я сама очистила печень, у меня вот эта вот смесь масла с лимонным соком, мне идет вниз в кишечник, она у меня вот стоит в желудке, чем бы я ни заедала и ни занюхивала, через час, два и через несколько часов у меня все равно начинается тошнота и рвота, и меня рвет чистой желтой желчью каждый раз. Каждый раз после этого у меня очень сильно заметны такие ощущения облегчения в правом подреберье, легкость появляется, просто ощущения приятные, несмотря на то, что никаких камней не выходит, выходит только куча желчи, знаете, наверное, вот кружка большая, это желчи у меня откуда-то выходит, я не знаю. И сразу вот правый бок прямо, знаете, по-другому ощущается совсем, если до этого было все нормально, то после этого ну просто легкость такая, прямо хоть пляши, вот очень удивительно действует эта чистка печени. Но у меня всегда выходит вот все через рот, рвотой, обжигает пищевод, рот, в общем, не из приятных для меня процедур, расскажу сразу. У Андреса Морица в книге описано много разных случаев, отрицательных или там средних каких-то результатов, в том числе и когда человек тошнит, рвет, он говорит, что и это тоже нормально, видимо там слишком сильный застой желчи, и поэтому как бы вот все таким вот образом. Но если рвет, то это тоже, значит, чистка получилась. Очистки существуют разные, по Малахову, по Буревой печени, я имею в виду, по другим авторам, по Морицу в данном случае, я проводил разные в своей жизни, да, у меня тоже выходили эти зеленые камни, бывало, удачные результаты, но, наверное, раз на какой-нибудь четвертый, пятый, после вот того, как четыре предыдущих чистки заканчивались вот этой вот работой с желчью, потом все-таки как бы что-то происходит, и чистка выдает эти самые камни. Но именно только зеленые у меня всегда были, но все-таки были, вот таким вот образом. Мне, конечно, интересно, как у вас это все происходило, есть ли у вас положительный опыт таких чисток, у моих друзей и знакомых есть опыт чисток, у них тоже выходили камни разнообразные, если на УЗИ были камни, либо если на УЗИ не было камней показано, то есть все равно они выходят. И вот думайте сами, решайте сами, да, как интерпретировать вот эти вот результаты чисток. Все практически получают облегчение после этих чисток, может быть, это плацебо, какое-то самоубеждение после прочитанных, да, вот этих вот книг и убеждения автора о том, что это благотворно очень влияет на организм. Но я на себе могу точно сказать, что нет, потому что мне настолько плохо после этих вот рвотных, да, процедур, что мне кажется, что вот я должна бы уже ослабеть и упасть, морально очень плохо. Но, как ни странно, на следующий день просто прекрасное состояние, самочувствие, очень-очень большая легкость. В любом случае процедура на меня это влияет хорошо. О самой процедуре, как ее проводить, как Андреас Морец советовал ее проводить, как описано это в книге, я расскажу в следующем своем видео, чтобы это видео не было, ну, уж слишком через чур длинным. Обязательно жду вас в других своих видео, жду ваших комментариев на эту тему, вашего мнения о том, что же выходит и откуда выходят эти камни у людей, да, в таком огромном количестве, если не из печени и не из желчного, может, из кишечника, я не знаю. Но я склонна Андреасу Морецу все-таки доверять. Ну что ж, жду в других своих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok